Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Футбольное обозрение, я Евгений Минархович. Мы на втором туре чемпионата страны по футболу. Наша Славья Мозырь проводит первый гостевой поединок с соперниками из Гомеля. Областное дерби. Матч второго тура 32-го чемпионата Республики Беларусь по футболу для Наши Славья Мозырь проходил в Гомеле, где местный одноименный клуб на правах хозяев принимал нашу команду на поле с искусственным газоном из дюшер номер 8. И мало того, что каждая игра главного турнира республиканского клубного футбола цена сама по себе, так еще и матч попадал под категорию дерби, то есть особо принципиальный поединок. Насереса Славья Мозырь был следующим. Вратарь 2001 года рождения, воспитанник нашего футбольного клуба Данила Сокол, вновь на последнем рубеже обороны. В поле Семен Шестиловский, наш молдавский полузащитник Кристиан Дросс, капитан команды Евгений Барсуков, еще один молдавский легионер Слави Мозырь Андрей Кобис, Юрий Ловец, Андрей Льшани, Ганни Самойны Левона Эссога или попросту Ромес, Игорь Тиманюк, российский защитник Георгий Бугулов и Валерий Потороча. В составе Гомеля тоже играли три еще, кажется, недавно футболиста Слави Мозырь, Юрий Пантя, номер 4, Игорь Костров, восьмой номер, и, кстати, капитан команды номер 9, Александр Ануфриев. С самого начала матча обратил на себя внимание на строй нашей дружины, которая очень внимательно действовала на протяжении всей игры, на всех участках поля, во всех игровых аспектах. И пусть где-то получалось не все, в целом это была та Славия Мозырь, какую мечтают видеть болельщики в каждом туре, команда с твердым характером и мастерством. Оно у Мозырян присутствует. По мере развития тайма гости нагнетали давление на ворота гомельчан, которым было непросто отбиваться в ряде эпизодов. И хоть счет на табло не менялся с начала матча, преимущество Славии Мозырь ощущалось. Хватало в этом поединке жестких столкновений, непременных атрибутов напряженной встречи. К счастью, повреждения, если они не случались, были мелкими. Футболисты через некоторое время после контакта с соперником возвращались в игру, которая держала в напряжении тысячу футбольных болельщиков на трибунах стадиона с дюшер номер 8. Хорошие моменты возникали у нашей команды в результате штрафных ударов. Один из них вы и видите на своих экранах. Но вратарь гомельская дружина Олег Ковалев традиционно неплохо играет на ленточке. А вот на выходах 34-летний страж ворот Гомеля не может считать себя корифеем. Валерий Патарыч, кстати, у нашей команды исполнял штрафные как справа, так и слева фланга. И здесь уже удача повернуть чуть более к гостям позволила бы открыть счет красно-черным. По прошествии до 100 минут показалось, что хозяева поля начали перетягивать инициативу на свою сторону. Атаки команды в зеленой форме стали чаще. И главным организатором этих атак был Игорь Костров. И кажется, в Гомеле этот молдавский полузащитник обрел новый импульс в развитии своей спортивной карьеры. Активен был Юрий Пантя, тоже не чужой для полистка торсиды футболист. Но и наша оборона, в отличие от первого тура, поединка с БТ не подводила действия четко и надежно. Хорошо в этой встрече сыграл Данила Сокола. Второй матч к ряду, занимающий пост номер один Слави и Мозырь. И если в первом матче на счету этого талантливого парня три пропущены гола, то во второй игре Сокола выше лиги чемпионат страны. Дело пошло гораздо лучше. Впрочем, не выйдем забегать вперед, обратимся пока к 31-й минуте первотайма. Хороший перехват головой Юрия Ловца, подхват мяча, его подбой, можно сказать и так, Валерия Поторочи. И после касания обработки, точнейшую на Андрея Кобица. И есть первый гол молдавского нападающего Слави и Мозырь в чемпионате Республики Беларусь. Замечательная атака нашей команды, стремительно, своевременно, эффективно и 0-1. Что интересно, гол словно сбил сходу хозяев поля, которые уже не атаковали так, как это было в последние 10-12 минут до гола. Наша же команда совсем была не прочь забить еще один гол. Иногда действовали наши футболисты слишком орияно. Итак, на 37-й минуте Андрей Альшаник увидел перед собой желтую карточку. Давление со стороны гостей на ворота гомельчан продолжилось. Моменты приближенной голевым появлялись и активных футболистов в красно-черной форме часто заставляли гомельчан отпасовывать мяч назад. На 42-й минуте такая тактика показала свою несостоятельность. Нечеткая игра хозяев поля, может, большей частью активных футболистов Слави и Мозырь позволила Андрею Кобицу и Ромессу завладеть мячом, а после отлично им распорядиться. Пас Ганса на Кристиана Дросса и потратив касание на обработку мяча вторым своим прикосновением, город Гомеля 2-0 и примечательно, что оба гола были забиты молдавскими легионерами Слави и Мозырь приблизительно с одного и того же места. Расстояние до ворот 17-18 метров. 0-2. Этот счет стал в первом тайме итоговым, а едва начался перерыв, мы поспешили на интервью, первый из которых с болельщиком Гомеля, клуба, представляющего один из самых футбольных городов нашей страны. Ну, увлекся я, вот, пятый год пошел, с 2017-го, помню. Я думаю, что можно назвать футбольным город, потому что много болельщиков, большая посещаемость, прошлый ход тому доказательства, конечно, расстраивает, что такие года достаточно редкий случай. Ну, ничего, ничего. По мнению нашего собеседника, в чем причина, что после первого тайма команда хозяев уступала своему сопернику, имеющему двукратное преимущество в счете? Уступаем, наверное, потому что нету какой-то связи, какой-то идеи. Играем как-то не очень уверенно, не очень тактично, я бы сказал. В прошлом году мы увидели игру более конкретную, более строгую, атакующую, доминирующую. Сейчас что-то такое. Пока что не нашли свою игру, я бы сказал. По ходу сезона, наверное, что-то увидим лучше, но пока сложно сказать. Чувствуется ли особое соперничество между двумя командами, представляющими Гомельскую область в высшем эшелоне отечественного клубного футбола? Я думаю, соперничество есть. Хороший матч из года в год. Люблю поединки со Славией. Игра у Славии в этом матче конкретно хорошая. Видно, что поставлено. Игроки заряжены, ждут только победы. Пока что классно играют. Про Гомель не скажешь такого, к сожалению. Что до болельщиков футбольного клуба Славия Мозырь, то они фундамент успеха в своей любимой команде, ее оплот и вера. В первый тайм Славия Мозырь хорошо сыграла. Хорошие голы забила. Но я думаю, что во втором тайме тоже так же будет. И я желаю Славии Мозырь удачи и доспехов. Ну, здесь Макар Степанович, по всей видимости, имел в виду успехов. Хотя и доспехи в виде хорошей обороны не помешают. Мне первый тайм запомнился, что забили два гола. Мне это очень понравилось. Я приехала из города Мозыря и верю, что наша команда победит. Но не только юные болельщики переживали за Славию Мозырь на гостевом матче в Гомеле. Любители футбола со стажем, в том числе и прекрасные леди, присутствовали здесь. Да не просто присутствовали, а отчаянно болели за свою родную и любимую команду. Ехали сюда за победой, и я думаю, мы ее привезем домой. Первый тайм практически прошел на половине Гомеля. Я думаю, что наш вратарь даже немножко где-то замерз. Я думаю, что второй тайм будет в таком же темпе. Самая настоящая армия болельщиков сегодня здесь, и я думаю, мы будем посещать все игры. Наши болельщики были на высоте и во втором тайме, который команды начали в первоначальных составах. И всеми силами Гомель пытался сквитать для начала один мяч, но и наша команда не собиралась отдавать свое преимущество в счете, учитывая перевесного гола, уделяя первостепенное внимание обороне, но и атаку при этом Славия Мозырь не забывала. Порой судья считал, что наши футболисты действуют чересчур жестко. И так на 52-й минуте матча Евгений Барсуков, наш капитан, получил предупреждение. А при исполнении последующего штрафного его кульминации зрители требовали пенальти. Реагируя на падение гомельчанина, но рефери матча из Гродно Сергей Красников не увидел в действиях Семена Шестиловского фул. Вообще оборона всегда действует уверенно, есть ли вратарь команды в порядке. А это в полной мере можно было отнести к нашему молодому голкиперу, так называемому лимитчику Даниле Соколу, сыгравшему очень добротно. Хозяева поля тоже у Сейфоро действовали получше, чем в первой половине игры. Хотя наши игроки старались взломать эту оборону всевозможными способами, даже путем акробатических трюков тут преуспел Ромес. Снова порадовал Сокол в одном из эпизодов, хорошо сореагировав на удар Александра Макося с приблизительно того же района, откуда в первом тайме забивались голы. На 57-й минуте в матче произошла первая замена. Вместо Кирилла Ермаковича в игру вступил, вбежал Георгий Гагалашвили, грузинский нападающий гомель. Сразу после замены едва не состоялся курьезный гол ворота команды хозяев поля, что сразу бы дало ответ на предмет победителя матча. Хотя и без того ощущалось, что Славия Мозри будет до последнего отстаивать свою победу. Опасные моменты продолжали возникать, даже скорее их можно назвать перспективными. Но в некоторых случаях зрители уже вскакивали с мест, предвкушая успех. Однако где-то оборона нашей команды, где-то вратарь отводили угрозу от своих ворот, сохраняли. Милые глазу полейского зрителя 0-2 на табло. На 64-й минуте опасно в борьбе за мяч с Игорем Томуняком сыграл Юрий Панте, за что получил предупреждение. Последующий штрафной мог вполне преобразоваться в гол, но не случилось. Чрезмерно активен был Ромец в борьбе за мяч, по мнению арбитра, о чем тот сигнализировал главному суде, как следствие предупреждения. Наш габонский нападающий так старался, что опровь сводила ноги. Но товарищи по команде, представитель медицинского штаба Михаил Михайлович Лакомой всегда готовы прийти на помощь. На 74-й минуте задержку игры, как посчитали гумельские футболисты, затем рефери, желтую карточку получил Андрей Кубец. И еще раз отметим хорошие действия нашей обороны. Причем, что с игры, что после исполнения стандартных ситуаций хозяева поля не могли порой даже выбраться на ударную позицию. А когда ошибки случались, изредка всегда включалась подстраховка. Все же, порой устремляясь в атаку, рискуешь потерять мяч. Главное, чтобы это не обернулось голом своей ворота. Но еще раз скажем об этом, наши ворота были на замке. 76-я минута ознаменовалась заменами. В составе хозяев поля Александр Ануфриева сменил Владислав Драпеза, а у нас Ромес уступил место на поле Глебу Жердеву, еще одному нашему лимитчику, наряду с вратарем Данилой Соколом. Еще один лимитчик, Артем Петренко, появился на поле на 86-й минуте матча, сменив Евгения Барсукова, который передал капитанскую повязку Георгию Бугулову, превосходно сыгравшему в этой встрече. И в общем, не глядя на то, что голову до конца матча зрители более не увидели, на поле шла интересная борьба. Хозяева поля всеми силами пытались порадовать своих поклонников хотя бы одним взятием ворот соперника. А наша Славия Музырь, стремительно продвигаясь к победному маяку, доказывала, какая команда на сегодняшний день сильнейшая в Гомельской области, на радость своим неповторимым болельщикам. Стараемся посещать каждый матч нашей команды, в первую очередь приезжаем не за счетом, а за эмоциями, полученные на стадионе. Хотим пожелать нашей команде больше таких удачных матчей и в общем, чтобы наша команда так хорошо шла по ходу сезона и игрокам меньше травм. Чтобы команда Идария побеждала, нужно забивать голы и большие надежды в этом вопросе мы связываем с 25-летним нападающим Андреем Кубицем, который приехал к нам из Молдовы и, как показал матч с Гомелем, не напрасно. Да, сегодня была очень важная игра. Во-первых, это дерби, во-вторых, нам очень важно было набрать очки, потому что тяжелый старт чемпионата у нас, календарь тяжелый, и надо было реабилитироваться после первой игры. Поэтому, я думаю, мы справились с задачей, набрали три очка, и это очень важно. Была очень тяжелая игра. Произвели ли впечатления на Андрея болельщики футбольного клуба «Славия Мозырь», которые, не сомневаемся, вдохновляли наших игроков на спортивные подвиги? Да, нам очень болельщики помогли, их поддержка нам очень приятна, что они здесь сегодня с нами разделились за эту победу. Мы играем ради них, чтобы они были счастливы и всегда нас поддерживали, всегда были на стадионе, и только за нас болели, переживали. Поэтому это для них тоже победа. Традиционную пресс-конференцию начал наш главный тренер, который может гордиться своей командой по итогам второго тура. В хорошей, упорной борьбе, в такой боевой игре, в исполнении двух команд, добились победы, к чему очень рады. Как говорится, начало положено. Мы готовимся дальше. Двухнедельный перерыв между матчем первого и второго тура поспособствовали хорошей подготовке нашей команды к поединку с Гумелем? Ну, я не знаю, поспособствовал, не поспособствовал. В принципе, только закончились учебно-тренировочные сборы, поэтому, наверное, этот перерыв все равно, я так считал всегда, что лишний. Поэтому, ну, раз положительный результат подготовили, значит, наверное, поспособствовал. То есть, ну, так отвечу. Этот матч являлся дерби для команд Гумельской области. Но вот как относится к этой игре сам Михаил Алексеевич? Чувствовал ли он подтек с поединкой или для главного тренера футбольного клуба «Славия Музырь»? Этот матч чемпионата был таким же, как и другие встречи в рамках этого турнира. В рядовой матч, в рядовой матч чемпионата, дерби, ну, может быть, я это еще помню, да? Ну, там, ребята, кто постарше у нас в команде еще это помнят. Остальные игроки, которые у нас в команде находятся, я не думаю, что на это обращали внимание на дерби или еще, что у нас даже таких разговоров не было. Поэтому просто хотелось добиться положительного результата после неудачного первого тура. В одном из интервью в подготовленный период наш нападающий дебютант Андрей Кобис обещал забить более 10 мячей. Реально ли это? По мнению Михаила Алексеевича. Ну, это слова Андрея. Раздал слова, значит, надо отвечать. Теперь с него будет большой спрос, если он такое сказал. Порадовал и Данила Сокол, который в первом туре провел свой первый матч в высшей лиге чемпионата страны. А в туре втором, на счету нашего молодого голкипера, первый, как это говорят, сухой матч. И постепенно Сокол становится в артарию номер один своей команде. Ну, во-первых, хочется, да, поздравить Даниила с сухим матчем. К нему у меня не было абсолютно никаких вопросов, и даже после первой проигранной игры. И сегодня он, в принципе, опять-таки же доказал свою состоятельность. Что касается номер один, то у нас, в принципе, три равноценных в артаря. Вот один достаточно опытный, это Коля Романюк, ну и есть Иваненко, который после травмы, и есть Сокол. Здорово, что эта позиция у нас закрыта полностью. Следующим перед представителями прессы пристал главный тренер Гомеля Владимир Владимирович Невинский. Ну, уже исторически так сложилось, что игры между Мозырем и Гомелем имеют такое принципиальное значение, такой принципиальный характер. Понятно, что мы это учитывали, готовились. И обычно игры эти заканчиваются с непредсказуемым результатом. В принципе, невозможно сказать, как закончится очередное противостояние, поэтому настраивались на серьезную игру. Что сказать по матчу? Ну, первый тайм, конечно же, у нас не получился. Второй более содержательный был в нашем исполнении. Взяли мяч под контроль, создавали моменты, пытались все-таки исправить ситуацию, пытались отыграть те два мяча, которые пропустили в первом тайме. Но, к сожалению, это не удалось, и результат сегодня не в нашем пользе. Насколько важным для дальнейшего хода матча стал первый гол этой встречи? Повлиял ли он на характер поединка по миниу Владимира Владимировича? Никак не повлиял. Понятно, что мы пытались изначально играть первым номером, взять мяч под контроль, контролировать. Но этого не было в начале игры. Потом, наверное, больше успокоились, начали действовать в привычной манере. Но, к сожалению, пропустили. Я думаю, что надо отдать должное и сопернику. Это хорошее исполнительское мастерство. Из-за пределов штрафной один и второй удар, которые достигли цели. Поэтому тут и сопернику тоже надо отдать должное. Из прошлогоднего основного состава в Гомеле осталось 3-4 человека. И, по сути дела, в 2022 году футбольный клуб Гомель строит новую профессиональную команду. На что, конечно же, нужно время. Создавать непросто, скажем откровенно. Какой срок. Сложно какие-то рамки поставить. Хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее. Над этим мы работаем. И хотелось бы, чтобы мы выглядели целостно на футбольном поле уже в ближайших матчах. Возможно, это поражение поспособствует Гомелю получше настроиться на полуфинальный матч Кубка Беларуси. Который состоится здесь же, на поле стадиона с дюшерным номером 8 уже в четверг, 7 апреля. И, пожелав удачи нашим географическим соседям, на пути к почетному трофею обратим внимание на Гомельчанина, который сейчас является капитаном футбольного клуба «Славия Мозырь». Ну, конечно, сюда всегда возвращаешься с такими хорошими чувствами, теплыми. Это мой родной клуб. И, конечно, двойне приятнее их обыграть здесь. И уже в составе «Славии», конечно. Можно ли считать эту победу отправной точкой для дальнейших победных свершений профессиональной дружины футбольного клуба «Славия Мозырь»? Ну, дай бог, что дальше будет так и лучше, потому что у нас серьезные соперники. И пока весенний футбол, самое главное, набирать очки, а там дальше посмотрим. Другие матчи второго тура 32-го чемпионата Республики Беларусь в высшей лиге завершили следующим образом. Слуз, Кневан 0-0. Динамоминск, Арсенал 1-1. Белшина БТ 0-3. Динамомбрист, Ислач 2-2. Витебск, Минск. Еще одна ничья, но со счетом 1-1. Энергетик, БГУ, Торпеды Белас 3-1. Шахтер, Днепр, Могилев 3-0. После двух туров наша команда занимает седьмую строчку в турнире «Таблица Перенства». И уже в субботу, 9 апреля, третий тур. Энергетик, БГУ, Слуцк. Минск, Торпед, Белас, Жудино. Днем позже, 10 апреля, воскресенье, Неман, Динамо, Брест, Днепр, Могилев, Баты, Борисов, Ислач, Шахтер. 11 апреля, в понедельник, Арсенал, Витебск, Белшина, Гобель. Но главный для нас матч состоится в субботу, 9 апреля, стадион «Юность». 17 часов 30 минут. Славья Мозы принимает Динамо, Минск. Отметим, что дублеры состязаются днем позже, в воскресенье, в 16.00 на стадионе «Спартак». Не пропустите. Ну что ж, дорогие друзья, первая победа в чемпионате одержана. Победа в областном дерби, что особенно приятно. Поздравляем вас и надеемся, что с вашей помощью наша команда и дальше будет побеждать. Приходите на футбол, поддерживайте футбольный клуб «Славья Мозырь». Как вы видите, он достойный этого. А на сегодня это все. С вами было футбольное обозрение. Евгений Монархович и Вячеслав Приписнов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин